Всем привет, это снова Айса, и я так давно видео не снимала, даже забыла, как это вообще делается, но решила сегодня снять вам. Собирайся со мной, и будем краситься. Один глаз накрасим Наташей Диноной, Анида Ньют палеткой, и второй глаз накрасимся Этериал Айс от Makeup by Mario, потому что многие у меня спрашивают, какая палетка лучше, какую лучше купить, хотя вообще Makeup by Mario уже скоро выводят из, ну это типа у него limited edition был, и на самом деле, когда первый раз ее раскупили, ее уже долго не было в стоке, сейчас она, по-моему, до сих пор есть на сайте у Марио, но как только ее раскупят, вроде как больше он не будет ее продавать, и Наташа Динона, это ее постоянная палетка в постоянной коллекции, но при этом все равно люди спрашивают, какую лучше купить, потому что они реально очень похожи, и это вот такие повседневные палетки на каждый день, я делала свотчи сравнительные, и отдельно посвотчила матовые, отдельно посвотчила шиммеры, и мне показалось, что они прям, ну не один в один похожи, но слишком похожи, чтобы обе оставлять в коллекции, поэтому сегодня я начну краситься, я решила сделать видео как-нибудь, накрасить глаза там 3-4 раза, один глаз этой палеткой, один раз этой палеткой, и ну как-нибудь в другой раз сниму, сегодня у нас будет собирайся со мной, и я заодно с вами поговорю, так сказать, подведу итоги года, потому что мне самой хочется пройтись по событиям 2023 года вместе с вами, и заодно по волтайм, потому что что-то я давно не снимала видео, и начнем краситься, я нанесу солнцезащитный крем от бренда Skin 1004, какой-то корейский бренд, вообще перешла на солнцезащитные крема от корейских брендов, был там скандал с Purita, да, с брендом корейским, что то, что у них было написано 50, SPF 50, PA+++, и в итоге, типа, там вообще был совсем не тот уровень солнцезащиты, который они написали на упаковке, и вообще с солнцезащитными кремами тяжело, потому что у всех стран разные какие-то регуляторные стандарты, не знаю, как это назвать, и поэтому, например, в Австралии, да, тут вообще другие совсем стандарты, и государство занимается тем, что дает сертификаты, да, солнцезащитным кремам, поэтому многие бренды не могут привезти свои солнцезащитные крема, потому что австралийские стандарты, они достаточно высокие, но я этот крем покупала на сайте YesStyle корейском, поэтому никакие руки австралийского правительства туда не дотянулись, так что я не знаю, насколько соответствует заявлениям, но сам крем мне нравится, то, что он не липкий, он под тональный крем нормально ложится, и не оставляет никаких, ну, лицо немножко высветляет, прям совсем чуть-чуть, но все равно он такой очень комфортный, и, в принципе, меня устраивает по всем параметрам, вроде как не было у меня проблем, не было каких-то там пигментных пятен после того, как я на солнце похожу, поэтому мне, в принципе, нравится крем, называется он Skin 1004, и он с Сентеллой в составе, и тоже это с PF50, PA++++. Вот, дальше я нанесу в качестве праймера от Hydra Grip, праймер от Milk бренда, блин, я уже забыла, как продукты вообще называются, такой бьюти-блогер тоже мне. Все очень его хвалили, и отзывы на него всегда хорошие, действительно, на нем он такой, когда наносишь его на лицо, он немножко липкий, и если какие-то тональные крема, которые скользят слишком сильно, какие-то супер-силиконовые, и которые, не знаю, как-то легко с лица слазят, если нанести эту базу, действительно, как-то, мне кажется, дольше, что ли, он остается на лице, тональный крем, плюс он чуть такой немножко увлажняющий, но при этом, если его слишком много нанести, то прям вместе с тональным кремом он начинает кататься, вот, я сейчас что-то прям слишком много нанесла. Я помыла руки, не хочу даже его дальше этот праймер разносить по лицу руками, потому что он начнет, руки потом липнуть, и лучше я это сделаю кистью. Так, на самом деле, у меня, помимо вот этих прыщей на подбородке, мне на самом деле нравится, как моя кожа выглядит сейчас. Я сейчас пользуюсь корейской всякой уходовой косметикой, и мне нравится, как она улучшила, мне кажется, текстуру, то есть у меня нет каких-то прям, ну, у меня были шпоры более расширены на носу, были какие-то маленькие бугорочки, сейчас, мне кажется, у меня их, ну, они все равно есть немножко, но как-то их меньше стало, и кожа выглядит такой увлажненной. В общем, если бы не прыщи, то мне, в принципе, устраивало, как моя кожа сейчас выглядит, и сейчас в качестве тона все равно мне придется закрывать прыщи консилером, да, и прочим, так что какая разница, какой тон, на всем остальном, на всех остальных участках кожи мне нормально смотрится, мне кажется, достаточно однородный тон, поэтому, мне кажется, тинта будет достаточно. Это тинт, да, Fresh Water Tint от Chanel, он мне нравится тем, что он такой очень легкий на лице, он не особо чувствуется, и тоже какой-то у него увлажняющий эффект немножко есть. Рассказывать вам про 2023 год, ну, я не знаю, я мало снимала видео, потому что я учусь сейчас в магистратуре на Computer Science, то есть я даже не знаю, как в других странах называются, да, эти курсы на разработчиков, у нас называется Computer Science. На самом деле есть разные названия курсов, да, есть, например, факультет IT, да, есть факультет Computer Science, Насколько я знаю, типа, Computer Science считается такой более серьезный факультет, и вот именно Computer Science вроде мне как рекомендовали, но мне, короче, вообще не нравится, потому что это какие-то устаревшие технологии, и часто мы учим какие-то вещи, которые вообще в работе особо не нужны, и учеба плюс работа меня немножко подкосили, я уже вот пять лет работаю разработчиком, да, ну, Software Engineer, вот, и, не знаю, наверное, у меня началось выгорание или что, но что-то вот перестала меня работа радовать, раньше мне вообще, ну, я прям любила работать, и у меня не было проблем с тем, чтобы после работы, да, еще там что-то доделывать, но сейчас у меня реально, ну, пропал энтузиазм, не то, что я прям ненавижу свою работу, но как-то вот, ну, не знаю, работа стала работой. Не было как-то особо времени отдыхать, потому что магистратура, она, типа, несмотря на то, что она, типа, на частичную занятость, как это называется, заочно, несмотря на то, что она заочно, они все равно рекомендуют 20-24 часа в день, ой, в день, в неделю, и я, естественно, не учусь столько времени, и в итоге у меня постоянно какой-то стресс, когда начинается там, ну, тут нет как бы сессии как таковой, то есть у меня юниты, блин, мне кажется, у меня консилер испортился, как-то он подозрительно блестит, такая текстура у него поменялась, как будто какое-то жирное масло сверху. Мне кажется, консилеру пора сказать пока. Буду консилер другой тогда использовать, это был консилер у меня от Rose Ink, я показывала его на канале, он, в принципе, хороший, он такой не очень фиксирующийся, но зато на какие-то, когда там, не знаю, пытаешься подсушить прыщи, еще высушивается кожа вокруг прыщей, и получаются такие вот сухие участки кожи, и вот такой вот влажный консилер хорошо к ним подходил. И может быть он носился не особо хорошо, но зато он не подчеркивал сухие участки кожи. Вот, я пользуюсь еще вот таким вот консилером от Huda, это называется Overachievers, и мне, в принципе, он устраивает, он больше фиксируется, чем от Rose Ink, но он зато подчеркивает какие-то сухие участки кожи, его хорошо под глаза, мне, по крайней мере, под глаза, нормально было его наносить. Но мне кажется, Huda вывела уже его из своего ассортимента, я его купила по какой-то адской скидке, там чуть ли не 70%, вот, и в итоге он мне понравился, но мне кажется, больше она его, не знаю, продает или нет. Про что я говорила? Я забыла. Ну вот, значит, не то, что у меня выгорание началось, но, в общем, я устала учиться и работать, и у меня еще, я хожу к психологу, да, как вы знаете, и у меня в этом году какой-то большой прорыв, мне кажется, случился, потому что, ну, я же пила антидепрессанты год, и вот прошло где-то, наверное, полгода, как ко мне вернулись мои эмоции, наконец-то, и мне начали, наконец-то, радовать какие-то повседневные вещи, начали радовать, не знаю, прогулки какие-нибудь, то есть идешь, погода хорошая, там птички поют, и просто какая-то радость появляется. У меня раньше такого не было, и я поняла, что, наверное, у меня все-таки была депрессия, хотя у меня, ну, антидепрессанты я пила больше из-за того, что у меня были, типа, панические атаки, вот, но, видимо, депрессия у меня тоже была, потому что сейчас все приходит в норму, и вернулись мои какие-то эмоции, и я поняла, что я вообще на самом деле очень эмоциональный человек, и, не знаю, никогда не считала себя каким-то креативным, да, человеком, но я поняла, что вот мне реально нравится там искусство, мне нравится музыка, мне вот хочется что-нибудь такое тоже создавать, и, не знаю, я думаю, что вообще пойти на режиссера учиться. Ну, короче, 35 лет, и я еще не закончила, блин, магистратуру, уже думаю, куда дальше пойти учиться. Ну, в общем, я не знаю, хочется чем-нибудь творческим заниматься, я вот даже начала роман писать, ничего не писала никогда, и решила сразу начать с романа, ну, в смысле, я писала раньше какие-то прям вообще в детстве, там, в средней школе какой-нибудь, типа, написала пару коротких рассказов, и я даже выиграла, как выиграла, я заняла второе место на конкурсе рассказов, вот, как раз в средней школе. Ну, не знаю почему, при том, что мне всегда нравилось рисовать, там, и нравилось писать, мне нравилось читать, смотреть фильмы, но я никогда не думала о том, что я вообще, ну, вроде как творческий человек, получается, тогда, и можно какую-нибудь творческую профессию попробовать. То есть у меня, ну, даже мыслей не было никаких вообще, и я не ходила ни в музыкалку, не ходила в художку, и, ну, несмотря на то, что мне очень нравилась литература, у меня не было никаких мыслей, да, то, что можно это сделать в профессии, да, я там, не знаю, даже там каким-нибудь критиком. Мне нравится моя работа, опять же, но можно же еще что-нибудь другое попробовать, никто же не говорит, что нужно обязательно попробовать и сразу там кем-то стать. Можно просто ради интереса и своего удовольствия это сделать. Курсы, правда, достаточно дорогие, вот. Не знаю. И тут я еще думаю, блин, ну, я же вот, например, видео, да, на ютюбе, это же тоже творчество, это тоже ты там что-то создаешь, вот. Почему я перестала их снимать, но просто, не знаю, мне разноравилась косметика, точнее, ну, я все равно окрашусь иногда, я все равно иногда что-то покупаю, но при этом у меня все макияжи достаточно нюдовые, и как-то вообще не тянет меня экспериментировать больше с макияжами. Нет какой-то прям суперобсессии с косметикой. В общем, я не знаю, кстати, пудра, это пудра от Too Faced, Born This Way. Ну, не знаю, обычная прозрачная пудра, не знаю, что-то я стала фиксировать тональные средства, хотя сейчас у меня только тинт на лице, но я все равно вот уж немножко зафиксирую, потому что лето, жара, ну, как бы немножко помогает, мне кажется, с текстурой, с этими прыщами, заблюрит чуть-чуть лицо. Кстати, мне эта пудра нравится даже чуть-чуть меньше, есть пудра от Maybelline еще у меня, которая Fit Me, и она, мне кажется, блюрит даже больше, чем эта. Ну, ладно, сойдет, мне кажется. Все равно видно прыщи, но ничего с ними не поделаешь. Ну, и вот, хочется что-нибудь поснимать, но я не знаю, не уверена, что мне хочется именно видео про косметику снимать, может быть, какие-нибудь влоги, может быть, какие-то обзоры на фильмы. Если я вознамерюсь все-таки пойти учиться, могу вам что-нибудь про учебу поснимать. Я еще хотела снимать видео про программирование, но, блин, это очень... Ну, видео про программирование, во-первых, я говорю, у меня сейчас выгорание идет, плюс я еще учусь, и времени вообще не остается на то, чтобы писать какие-то сценарии, да, к видео, потому что все-таки про программирование нужно как-то больше готовиться к таким видео, чем то, что я вот пришла, села с вами, поболтала, накрасилась. Это, конечно, гораздо проще делать. Ну, в общем, как-то так. Не знаю, что я буду снимать, но постараюсь не пропадать. Времени, конечно, свободного у меня не так много. Времени было бы больше, если бы я так не прокрастинировала активно вообще. Сижу, смотрю всякие видосы на YouTube. Причем я перестала смотреть косметические видео почти полностью. Смотрю сейчас всякие какие-то, не знаю, общепознавательные. Тоже там всякие обзоры на фильмы, на биографии людей. Вот. Такое что-то смотрю. Причем мне очень понравилась классическая музыка. Я вот смотрю канал, он называется TwoSet Violin. Там, значит, два таких смешных азиатских чувака. Ну, они, типа, профессиональные скрипачи. И, ну, были, по крайней мере, профессиональными скрипачами. Играли, значит, в оркестре. И канал, ну, не то что прям про классическую музыку полностью. Там, конечно, много всяких обзоров, мемов. И такой очень развлекательный контент. Но при этом там все равно есть какой-то познавательный контент про классическую музыку. Меня прям проперло на классическую музыку. И я подумала, боже, почему я раньше ее не слушала? Это же так круто. Поэтому я сейчас 90% того, что я слушаю, это классическая музыка. И я вообще в шоке, короче. Так, в качестве праймера для век я использую MAC Paint Pot в оттенке Painterly. И мне нравится этот праймер. Единственное, видите, он прям очень розовый и достаточно темный. Вот. Но я сегодня хотела такое более какой-то розовый сделать макияж. Поэтому, в принципе, меня это не сильно раздражает, что он такой розовый. Давайте посвотчим оттенок WTF. Он, по-моему, называется из Наташи. И вот такой вот розовый в палетке у Марио. Так, что-то они прям вообще очень сильно разные. Давайте тогда вот этот оттенок Wake от Наташи посвотчем. Вот, значит, Makeup by Марио. И вот Наташа. Ну, Наташа, она чуть потемнее. Может быть, ее смешать немножко с оттенком вот этим WTF посветлее, чтобы было более похоже. Но хотела вот я розовый макияж. Так, ну давайте, наверное, с Марио начнем. Я вот правый глаз накрашу Марио. Я вчера, кстати, этим оттенком от Марио матовым воспользовалась, чтобы сделать розовый макияж. Я тут где-нибудь вставлю его. В качестве шиммера я использовала Клеону розовый шиммер. Даже два розовых шиммера, которые смешала. Вот, мне, в принципе, понравился макияж. Вот, макияж матовые здесь прикольные в этой палетке. Они немножко такие суховатые, немножко супучие, но при этом они... С ними вообще очень легко работать. Даже, мне кажется, проще, чем с Диноной. Вот, и Диноны у меня еще шиммеры скатываются с век. Но при этом у Марио она достаточно теплая палетка. Ну, теплее, мне кажется, чем вот эта вот палетка у Наташи. Здесь как-то чуть больше... Более холодная она. Учитывая, что у меня сейчас волосы, ну, такого вот, более холодного оттенка. Я стараюсь, по крайней мере, чтобы они были холодные волосы. Вот. И крашусь я в основном такими более прохладными оттенками. Поэтому мне немножко смущает, что у Марио такие есть теплые оттенки, которые я вообще не использую в палетке. Опять забыла, про что я говорила. Ну, в общем, я еще занимаюсь музыкой. Оставлю контакты своего психолога и своего учителя по музыке. Раньше, ну, как бы я больше пела. Вот. Но потом в какой-то момент я стала учиться играть на пианино. Вот. И мне, не знаю, мне прям очень нравится. Несмотря на то, что я... Опять же, нет времени особо заниматься. И у меня такой достаточно медленный прогресс. Но он, тем не менее, есть. И мне вообще очень нравится музыка. Спасибо моему преподавателю, конечно, что Алине. Вот. Что мне она стала нравиться так сильно. И, в общем, я такой весь прям типа творческий человек. Это очень странно, потому что у нас в семье не было вообще, ну, как бы, творчества, вот эти всякие там искусства и прочее. Такое баловство, значит. Это не... Не профессия. Вот. Ну, и вообще, в принципе, тяжело найти работу, да, в каком-то творческом русле. Не знаю. Мне была знакомая, она закончила, я не помню, типа искусствовед. Вот. И типа, и где потом работать? В музее каком-нибудь? Или в какой-нибудь арт-галерее? Там вообще мест, на самом деле, не очень много. Ну, и получаешь тоже не так много денег. Они немножко разные в цвете, но мне кажется, когда я полностью накрашусь, будет не так заметно. Вот. И, ну, немножко, не знаю, я вижу разницу в формуле матовой. Здесь вот прям какие-то вот чуть-чуть более сухим выглядит глаз, а здесь какие-то типа чуть-чуть более кремовые тени, что ли. Вот. С Наташей, на самом деле, тоже нормально работать, просто иногда у нее настолько кремовый, матовый, что они как будто вот если взять какую-нибудь плотную кисть, да, и чуть-чуть-то неосторожно ткнуть где-нибудь, потом получается какое-то пятно, которое тяжело растушевать. Вот. Как будто тени прилипают к тому месту, и как их там не растушевывая, они все равно остаются и не натушуются. У Марио тени какие-то более... Ну, то есть, они двигаются по глазу, и может, они на глазу выглядят чуть суше, зато, ну, с ними тоже проще работать как-то, они ведут себя более предсказуемо, мне кажется. Ну, Наташа, ну, тоже красиво смотрится тени. Какой-нибудь шиммер надо выбрать, чтобы они не сильно разные были. Здесь вот у Наташи нет каких-то прям... Тут вот только один суперсияющий шиммер, да, вот, который называется Muse, а у Марио достаточно много, много именно вот каких-то спарклов, они все как полупрозрачные, но при этом они все равно очень сияющие. Мне кажется, вот этот оттенок похож на Muse по цвету или нет. Не похож? Ну, можно намешать что-нибудь. Но у Наташи я точно хочу использовать Muse оттенок, потому что он очень красивый. Красота! Только сыпется, конечно, и Наташа чуть сыпется, и Марио тоже сыпется. Марио, он к тому же еще более какой-то суховатый, то есть эти спарклы, это как отдельные блески такие, и там нет такого, не так много связующего компонента между ними, поэтому те не сыпятся. Вот, но меня сыпание не так сильно волнует, поэтому норм. Видите, у Наташи больше базы, да, вот это вот сияющий какой-то. Здесь вот такой более полупрозрачный какой-то топпер, но мы сейчас с вами еще что-нибудь намешаем тут, добавим, чтобы было более похоже. Ну вот, значит хочется чем-нибудь творческим заниматься. Вот такой вот у меня был 2023 год. Какой еще добавить шиммер? Может быть, вот этот вот. Видите, он такой, как светлое шампанское. Что еще делал в 2023 году? Я сдавал экзамен 5-И, это Pearson Test, Pearson View Test, не помню, как точно называется тест, но в общем это на English Proficiency, то есть на знание английского языка. Он мне нужен был для того, чтобы я хочу получить другую визу, сразу, которая идет с видом на жительство, и для этого мне нужно закончить как раз учебу, потому что ее, тот тип виз, который я хочу, это виза независимого специалиста, и это типа выдается с правительством Австралии для тех профессионалов, чья профессия есть в листе требуемых профессий для Австралии, вот, но из-за того, что у меня нет технической степени, да, которая соответствует той профессии, которой я сейчас работаю, ну, разработчиком, у меня есть типа диплом врача, который вообще никак, никаким боком не относится к моей нынешней профессии, поэтому я не могла подаваться на эту визу, потому что у меня тут есть такое австралийское компьютерное сообщество, которое выдает тебе сертификат, что ты, да, действительно там специалист, да, действительно инженер, и у меня не было, как раз степени не хватало, поэтому я пошла учиться, и мне нужно было еще сдать этот English Proficiency тест на Superb, то есть это вообще превосходно, то есть это высшая категория знания английского языка, чтобы получить, короче, больше баллов, там такая балловая система, то есть нужно за каждый пункт получить какое-то количество баллов, да, за опыт работы, опыт работы был ли он там в Австралии или там в иностранной какой-то, в другой стране там разное количество баллов дается за этот опыт работы, и за техническую степень, за знание английского, за все дается, короче, балл, даже за возраст даются баллы, вот, и если у тебя достаточное количество баллов, то тебе правительство может выдать эту визу, вот, короче, поэтому я сдавала еще этот English Proficiency тест, я сдала его на 90 баллов из 90, я вообще была в шоке, потому что это было после корпоратива, и я прям вообще была очень пьяная, в смысле, у меня было похмелье, и я не собиралась даже идти сдавать, потому что я думала я точно его завалю, я думаю, в качестве затемнения буду использовать вот этот оттенок у Наташи, и похожий оттенок буду использовать из палетки Марио, вот, ну, в общем, я сдала этот тест, я к нему готовилась год назад, когда я первый раз его сдавала, и я, ну, тоже неплохо его сдала, но не на суперб, вот, поэтому для меня это было, конечно, большое удивление, ну, я помнила структуру теста, да, из-за того, что я год назад так готовилась, вот, но в этот раз я вообще не готовилась, то есть я есть там тренировочный сайт, на который, ну, типа я купила даже подписку на один месяц, и в итоге вообще его не открыла, пришла с похмельем и сдала, значит, вообще я в шоке. Так, я хочу вот этот оттенок использовать, не знаю, тут у Марио на самом деле названия оттенков, они все какие-то буквенно-циферные, вот, и я, естественно, их не помню, не вижу, так, ну, вот это прям светлее оттенок, я, наверное, буду его мешать, с каким-нибудь, с вот этим, наверное, буду оттенком мешать, вот, какие-то разные глаза получаются, ну, ладно. И еще в этом году я съездила, значит, в США первый раз и съездила в Южную Корею. Поездка в США была прикольна, потому что я, ну, стала постить сторис, что я в США, и мне сразу написали пара девчонок, давайте встречаться, короче, и это было прикольно, потому что в Австралии, сколько я живу, я встретилась только вот с одной вот девушкой, потому что она у меня в розыгрыше выиграла палетку, и мы как-то пересеклись, в общем, с ней. Она, казалось, тоже живет в Виктории, в штате, в котором я живу, так в другом городе, вот, и это было очень неожиданно, вот. Но я почему-то ни с кем больше не пересекалась, хотя есть еще пара людей, которые тут живет. А, нет, я еще с другой девушкой пересекалась, которая вот из Украины уехала сюда, и мы пару раз встречались, вот. Этот глаз темнее, ну ладно, ничего страшного, все равно немножко похоже, поэтому я вот говорю, я не знаю, зачем они нужны мне обе, эти палетки. Ну вот, в США мне не очень понравилось, на самом деле, потому что, может быть, я не в те города поехала, я понимаю, что США это такая гигантская страна, и каждый штат, он вообще абсолютно как другая страна, это как страны внутри страны, и мне, возможно, понравились бы больше какие-то другие штаты, но я поехала, в общем, там была конференция по Real Time Analytics вот, в Сан-Франциско, и я заодно, ну как бы я сама оплачивала все поездки, у меня только на конференции купил билет компания, вот, ну я думаю, раз приехала, заодно съезжу, посмотрю на какие-нибудь, ну, другие города, я прилетела в Лос-Анджелес, потому что прямые перелеты из Мельбурна есть только в Лос-Анджелес, вообще мне не хотелось туда ехать, в Лос-Анджелес, там, значит, Голливуд, Диснейленд, всякие какие-то аттракционы, мне такое не очень интересно, вот, и просто из-за того, что были прямые перелеты, я туда прилетела, и я там была только два дня, и особо никуда не ходила, мне не понравилось, он какой-то очень грязный, очень шумный, никто не ходит пешком, я вообще единственный человек, который ты идешь по улице один, просто, больше нет людей, которые ходят пешком, там единственный вот район, который в Венис, да, там где пляжи, там где такие люди фитнесом занимаются, все такие подтянутые, бегают, короче, прикольные, вот, остальные районы, которых я была, мне не очень понравилось, может, я не те места смотрела, но что-то как-то вот, показалось, как какой-то большой, грязный, шумный Сидней, потому что Сидней тоже такой, он пляжный город, такой у них одинаковый вайп, мне кажется, но Сидней, он хотя бы почище, он красивее, и там, ну, пляжи лучше, честно говоря, вот, в Сан-Анджелес, мне вообще не понравилось, потом я была, встречалась как раз вот с девчонкой, с девчонкой, с девушкой, в силиконовой, господи, силиконовой, кремниевой долине, мне нравится очень говорить силиконовой, потому что я когда маленькая была в детстве, мне казалось, там, силиконовая долина, это вот какие-то там такие красивые женщины с силиконовой грудью ходят, такие, знаете, как это, спасатели Малибука, Памел Андерсон там тусует, вот, оказалось, что это кремниевая долина, и это не очень интересное место, ну, для ребенка было, поэтому мне силиконовая долина нравится больше, мне кажется, прикольнее звучит, вот, ну вот, значит, я съездила туда, было интересно, мы съездили в Стэнфорд, это было рядом с Сан-Франциско, почему я перепрыгнула на Кремниевую долину, я не помню, ну, Сан-Франциско, не знаю, мне бы понравился город, он сам по себе красивый, но там было столько бездомных вообще, ну, вот, Лос-Анджелес тоже было, ну, достаточно много бездомных, хотя я вот, есть у них там место называется, Скид Роу, да, там, ну, Варламов туда ездил, и я смотрела, есть канал какой-то, забыла, White, White Underbelly, что-то вот такое называется, и там какой-то бывший фотограф, он снимает про всяких торчков, да, про всяких бомжей с этого Скид Роу, и это очень грустно, потому что там много всяких грустных историй, да, там, кто-то там с детства начал проституцией заниматься, кто-то там, не знаю, как-то, столкнулся там с домашним насилием, там оказался, на этом Скид Роу, и очень грустно, учитывая, что, ну, ну, Америка, богатая страна, страна возможностей, там прочее, вот, но там много бездомных каких-то, которые вообще, ну, которые никому не нужны, государству не нужны, и, не знаю, семье тоже, наверное, не нужны, и это очень грустно, потому что прям очень много бездомных, ну, как бы в Австралии тоже есть бездомные, но не в таком количестве, то есть, в Лос-Анджелесе, да, и все равно их постоянно видишь везде, вот, есть там прям какие-то улицы, просто палаточный городок, значит, все живут в этих тентах, прямо на улице, но в Сан-Франциско, это вообще трэш какой-то, там вот этот район, я забыла, где, рядом с Market Street, а, Tenderloin называется, вот, и там, значит, очень много бездомных, вообще, просто какой-то, идешь как будто постапокалиптический мир, одни бездомные и ты, вот, и все какие-то еще не просто бездомные, они там, под чем-то все стоят там, не знаю, с Богом разговаривают, кто-то там стоит, танцует, вот, идешь, короче, и молишься, что тебя не убили ненароком где-нибудь, вот, вообще, как-то, я не знаю, в США я не чувствовала себе безопасности, но я тоже поехала в такие города, в крупные, вот я была в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке и в Вегасе, вот, Вегас мне вообще совсем не нужно было, но я решила съездить, потому что захотелось посмотреть такое странное место, мне кажется, где все такое фальшивое, где есть куча каких-то странных, очень аттракционов, Вегас был прикольный, но, не знаю, я вот там была дней 5, наверное, и мне кажется, больше там особо делать нечего, но только если не ходить каждый день на разные концерты, я вот съездила на цирк Дю Солей, вот, называлось выступление у них О, мне кажется, вот, там был такой у них аквариум, резервуар, прямо на сцене, и они там прыгали, короче, с гигантской высоты туда, и там мы плавали, и они синхронное плавание показывали, и вообще очень круто было, мне понравилось, я ездила еще смотреть пустыню, забыла, как каньон называется, который похож на такую, на подкову, вот, и ездила, я еще прыгала с очень высокого здания, там 200 чем-то метров, вот, я не знаю, зачем я прыгала, у меня даже видео есть, я, может, вам сейчас покажу, и это было очень страшно, и я не знаю, зачем я это сделала, но было прикольно, вот, Вегас, это, конечно, интересное место, так, ну, вот такие глаза получились, ну, разные, ну, что поделаешь, ну, не знаю, Наташа, мне кажется, глаз мне больше нравится, вот, но Марио тоже ничего такое, ты просто больше какого-то контраста, я не знаю, давайте я сейчас еще чуть-чуть добавлю затемнение себе, тут вот есть потемнее матовые, но они все какие-то более теплые, чем мне нужно, в общем, Нью-Йорк мне больше понравился, я там еще встретилась с девчонками, с бьюти-блогерами, с Яной и с Аней, и мы там им хорошо потусили вместе, вообще было прикольно, единственное, что Нью-Йорк тоже, он очень-очень шумный, очень большой, очень большой, на самом деле, достаточно маленький, просто там куча народа живет, и, опять же, бездомные есть, не в таком, конечно, количестве, как в Сан-Франциско, вот, но все равно как-то, не знаю, не чувствуешь себя в безопасности, то есть, вечером в Мельбурне я хожу, и ночью хожу здесь, и бегать хожу, короче, такое, а, еще тут в Мельбурне, да, можно типа там на 10 минут отойти от центра города, и уже начнутся какие-то вот эти субурбия, субурбия, когда у всех эти одноэтажные домики, да, все как-то вот, такое все тихое, людей почти не встречаешь на своем пути, я вот, например, живу где-то, наверное, в 15 минутах общественным транспортом, до центра города, и при этом я вообще, ну вот, я когда хожу на пробежку, я могу, типа там, я могу бегать час, и могу встретить там человека 3-4 за все время, и у меня есть где бегать, тут есть какие-то природные зоны, есть какие-то парки, прочее, вот, а в Америке, мне кажется, ну, не знаю, по крайней мере, Мельбурн все равно считается крупным городом, и, не знаю, в Америке, вот, есть ли такие крупные города, где прям совсем близко к центру города, есть какие-то вот участки, где живут мало людей, где много природы, но при этом, конечно, в США природа более такая разнообразная, есть там у них и горы, и какие-нибудь там, не знаю, ледники, и супер жаркие пляжи, вот, и вообще, ну, каждый, как я говорю, каждый штат, он, как отдельная страна, с своими законами, с своей природой, с каким-то своим вайбом, значит, и можно найти себе по душе какое-то место, но я вот как-то не нашла вот эту поездку, мне не очень понравилось, еще мне не очень понравилось, что вот, в Штатах как-то очень нужно быть, короче, на чеку постоянно, нужно уметь себя продавать, да, когда ты там получаешь работу, нужно там, чтобы тебе сделали нормальный офер, да, по зарплате и по условиям, нужно уметь себя продавать, вот, в Австралии как-то это не так сильно представлено, в Австралии все как-то, ну, не знаю, в Австралии как-то посовестятся тебе делать супер низкую зарплату, и как-то, ну, не сделают тебе супер высокую, вот, ну, короче, в Америке как-будто ощущение такое, что хочешь жить, умей вертеться, вот, в Австралии как-то все, не знаю, все хотят сделать как надо, да, чтобы никого не обидеть, и как-то все, может, что немножко уравниловка, да, может, немножко социализм, но все равно мне такая система больше нравится, вот, чем в Америке. Но зато в Америке, наверное, большего можно добиться, если ты такой человек прошаренный. Вот. Ну и возможностей там, конечно, больше. Вот. Ну и не знаю. Короче, у меня смешанные впечатления про Америку. Еще мне не очень понравилась еда. Чтобы там нормально поесть, нужно какое-то, ну, более дорогое место сойти, потому что в Австралии можно очень вкусно поесть в любой забегаловке почти. Продукты какие-то более свежие, не знаю, я вот ходила в эти супермаркеты, да, в которые Whole Foods, я думала, там как-то неземная органика по... Все такое будет супер вкусно. Там реально такие же бренды, как у нас в обычном супермаркете, продается, только раза в три, наверное. Ну, раза в два дороже, вот, чем в Австралии. Ну, в Австралии, конечно, зарплата поменьше, но все равно это было очень странно. И не знаю. Мне кажется, в Австралии просто еда вкуснее. И я хочу в качестве румяна использовать вот эти Rosy Glow от Dior. У меня есть еще они в оттенке Rosewood. Вот такие вот. Вот эти Rosewood, они, кстати, тоже очень прикольные. Я не знаю, если мне делают нюдовый макияж, не знаю, в какой... какие румяны использовать, я беру эти, и я не прогадываю, потому что они реально под любой макияж подходят. И вот эти вот, они более розовые. Я думала, что они, может, слишком светлые будут для меня. Но вроде как, если их поднаслаивать, то, в принципе, их видно на мне. И так как они, по-моему, от pH кожи зависят, они, типа, на всех по-разному смотрятся. Вот. На мне они немножко теплят. Но я видела на людях более светлой кожи, да, с более холодным подтоном кожи. Они прям реально смотрятся такими розовыми-розовыми. На мне они чуть более теплые смотрятся. Ну, может, да, немножко светловато слишком для меня. Но я все равно ими пользуюсь. И формула мне нравится. Они такими очень тяжело, тяжело напятнить, да, тяжело переборщить. Вот. И они достаточно натурально смотрятся. И нормальная стойкость у них вообще. То есть я не могу сказать, что это какие-то нереальные румяна, что они там оправдывают свою цену. Но при этом они прям очень удачные. То есть рука к ним тянется. Это я не вижу их недостатков никаких, кроме высокой цены. Хотя румяна такое дело, что мне кажется, румяна сейчас стали хорошо делать почти все бренды. Просто Dior у них и упаковка симпатичная. И формат такой классный. То есть что они такие маленькие, симпатичненькие. И рука прям к ним сама тянется. Вот. Поэтому я рада все-таки, что я их купила. Хайлайтер это, господи, как он называется? Divine Rose от Pet Magrat. Такой вот персиково-розовый немножко хайлайтер. Может, немножко темноват в этот макияж с такими суперсветлыми, румяными. Ну, пускай. Пускай будет. Ну, в общем, вот такой какой-то был 23-й год. Я еще съездила в Южную Корею. Вообще не собиралась туда, никогда как-то особо не интересовалась. Мне всегда больше Япония привлекала. Япония тоже была. И Япония мне, наверное, все-таки больше понравилась, чем Корея. Но Корея оказалась очень интересной такой страной. Я не знаю... Особо ничего не знаю про Корею. Я не смотрю дорамы. Я посмотрела, ну, нормально такое количество корейских всяких фильмов, ужасов. И слушала очень много всяких тру-краймов про Корею. Вот. Короче, интересная страна. Учитывая, что там, ну, все развито. Ну, технологии, да, всякие высокие хорошо работают. И вроде люди такие ответственные, трудоспособные, но при этом у них были пара каких-то безумных инцидентов, да, где просто какая-то там халатность, безалаберность людей привела к тому, что люди погибли в большом количестве. Ну, там у них вот торговый центр обрушился где-то в 90-х, что ли, или в 80-х годах. То есть шесть этажей торгового центра просто обвалились вот так вот внутрь. И из-за того, что все меры безопасности были попраны, когда строился этот центр. Вот когда затонул лайнер, да, пассажирский, пассажирско-грузовой, когда он там ехал, то ли в Джи-Джу, в этот Чи-Джу, в общем, остров какой-то, там где резорт. То есть там были в основном студенты, которые, ну, прям вообще просто дети. И погибло огромное количество людей. И при том, что он очень медленно тонул, и они могли, в принципе, всех спасти, если бы, опять же, не безалаберность и халатность. И вот. Ну и есть там какие-то еще всякие интересные true crime story. Вот. Кей-поп я тоже не слушаю. Но... А, я еще посмотрела Господи, паразиты. Поэтому про Южную Корею у меня интересные какие-то мысли были перед тем, как я туда приехала. Вот. В целом мне очень понравилась страна. Понравилась еда. Вот. Такая очень-очень самобытная оказалась страна. И там вот реально какие-то есть районы, да, высокотехнологичные. Прямо рядом с какими-то хибарами, с какими-то трущобами. Есть люди какие-то прям супер богатые, которые прям рядом с очень бедными людьми. Все это как-то так сочетается. Интересно. И там вот эти дворцы, да, рядом с небоскребами. Всякие буддийские храмы в центре города. Это очень интересно. В общем, понравилась Корея. И я вот там как раз покрасилась. И мне кажется, это не конец моим покраскам. Я еще хочу в какой-нибудь лавандовый покраситься. Может быть, потом даже в розовый. Ну вот, когда я была в Корее, там, конечно, люди работают просто... Я отвыкла от такого. Потому что там, типа, кофейни есть, которые работают до 11, до 12 ночи. И то же самое с парикмахерами. Вот. Вот моя парикмахер, которая меня стригла, она мне говорит, у нее, типа, в прошлом месяце был один выходной. И в этом месяце у нее пока не было выходных. И я просто в шоке. И там, типа, и банки работают. Ну, короче, все заведения работают прям до ночи. Я отвыкла от такого. В Австралии все, не знаю, кафе закрывается, да, там, типа, в 4-3 часа уже никто не готовит еду. И, типа, там, не знаю, рестораны тоже открываются, там, в 6-7, не знаю, вечера. Вот. В Корее, конечно, люди себя там урабатывают. Ну, как бы я, когда жила в Москве, там, наблюдала то, что такое. Сама в этом участвовала, да. То есть я могла там 300 часов отработать в месяц. Вот. Ну, вообще, это было, конечно, чувствуешь себя немножко зажратым человеком. Зажравшимся. Ну, типа, я работаю, там, 5-2 по 8 часов в день из дома. Вот. И такая вся... Ой, может быть, нет. Какой-нибудь творческой профессией заняться. Короче, человек зажрался. Как-то странно. Вот я смотрю в видео, видоискатель, и вижу, что по-другому вообще смотрится блеск. В реальной жизни он как-то больше в этот макияж подходит. Это блеск черный от Эльф из коллекции Куки Сэн Крим. Это, кстати, кто-то из вас мне написал в комментариях, когда я делала свой самодельный блеск с черной базой для век от Пи Луис. Намешала его в прозрачный блеск от Джеффри Старра. У меня получился типа черный блеск. Потому что я видела где-то видео, как сделать такой аналог крему, ой, крему, блеск от Исамая Френч черному. Кто-то мне написал в комментариях, что есть такой типа черный блеск от Эльф. И он просто холодит так губы, чуть-чуть их затемняет. код, кстати. Это его личное кресло, потому что у меня два кресла. И одно лично для него, чтобы он не крал мое кресло. Потому что всегда я работала, уйдешь в туалет, приходишь, короче, и уже сидит там кот. И мне тогда приходилось стоять. Вот такой вот макияж получился. Немножко разные глаза. Я вам еще покажу, как проносился макияж. Потому что меня спрашивали, как по стойкости палетки. Мне показалось, что они нормально на самом деле носятся, что это, что там. Так, я вам не сказала, тушь это была, это Maybelline Sky High. И что еще я использовала, я не сказала. Мне кажется, все. Ну, в общем, такой получился макияж. Спасибо, что досмотрели до конца. Это сумбурное видео. Напишите, в общем, что бы вы хотели увидеть на канале. Стали бы ли вы смотреть какие-нибудь там, не знаю, обзоры фильмов от меня. Мне кажется, это не честно. Люди подписались на контент про косметику, а я что-то не очень хочу его делать. Вот. Но, может быть, обзоры вот новинок, да, какие-нибудь буду снимать. Потому что, ну, я все равно на них поглядываю иногда в Инстаграме, на всякие каналы про бьюти-ньюз. Вот. И могу для вас это делать, потому что, ну, и заодно для себя. Потому что косметика все равно я пока интересуюсь. напишите, в общем, что вам интересно. Я, значит, пошла дальше по делам. Напишите еще, как у вас 2023 год прошел. Не знаю, у меня был очень странный год, который был просто, ну, не сдохло, и ладно, как говорится. Нормально он прошел, потому что просто перестал смотреть новости вообще. Несмотря на то, что, не знаю, война еще идет, ну, российско-украинская. Вот, еще этот Израиль с Хамасом там сражается. Короче, вообще, в мире какой-то трэш творится, постоянно какие-то шутинги, какие-то, не знаю, может, я раньше, ну, может быть, это все не так сильно освещалось, но вообще смотришь, реально какой-то конец света. Какие-то, ну, мирные абсолютно города, да, и какая-нибудь жесть случится вообще посреди белого дня. Так что, вообще, нигде не безопасно, и мне кажется, в такой ситуации нужно жить жизнью, вообще, вот, не откладывать на завтра и жить так, как ты хочешь. Вот, для меня это главный вот вывод из этого года. Я вот, работала с психологом, да, и все пытаюсь понять, что мне хочется делать, что мне нравится делать, чем я хочу заниматься, да, и вот, такой вот у меня был год. Посмотрим, что будет дальше. Напишите еще, а, кстати, напишите лучше, кем бы вы хотели заниматься, если бы, ну, вот вам сказали, может быть, хоть кем угодно, хоть, не знаю, космонавтом, или, не знаю, хоть каким-нибудь морским биологом, вот, кем бы вы стали, если бы были все возможности. вот, и на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,